На сессии городского собрания представили генеральный план Ахинского района до 2040 года. Срок действия предыдущего документа заканчивается в 2020. Разработкой занималось Санкт-Петербургское общество Ленгий Прогор. Представил проект депутатам начальника дела архитектуры и градостроительства муниципального образования городской округ Ахинский Василий Харунжий. В материалах по обоснованию проекта генерального плана и в положении о территориальном планировании подробно изложены планы, предусматривающие реконструкцию и модернизацию существующих жилых районов, развитие рекреационных зон, размещение объектов социальной инфраструктуры. В центральной части города сохраняются зоны малоэтажной и среднеэтажной живой застройки с учетом ее санации путем ликвидации аварийных и сейсмически неустойчивых жилых домов. В селах округа генплана предусматриваются такие же мероприятия. В целях объединения территории Старой и Новой Некрасовки предусматривается организация зоны рекреационного назначения. На территории Новой Некрасовки проектными решениями предусматривается формирование территории для индивидуальной и малоэтажной многоквартирной живой застройки. В западном направлении. В границах села предусматривается организация этнографического парка. Наряду с указанными мероприятиями предусматривается мероприятие по реконструкции канализационных очистных сооружений. В центральной части села Тунгур предусмотрено формирование рекреационной зоны, зона озелененных территорий общего пользования. В южной части села предусмотрено размещение клуба. Календос Абе и Пельтун продолжают оставаться действующими селами. Там генпланом предлагается формирование садоводческих и огороднических товариществ. Села Рыбное и Рыбновск проведут автодорогу местного значения. В этих селах, а также в Ихабе построят фельдшерско-акушерские пункты. Предусмотрена столица учебного корпуса для образовательного учреждения Сахалинский индустриальный техникум на 250 мест в городе Аха. В соответствии с государственной программой Сахалинской области развития образования в Сахалинской области на 2022-2025 годы предусмотрено размещение детского сада на 200 мест в городе Аха по улице Карломаркса, школы на 910 мест в городе Аха, школы-интернаты с группами детского сада и спального корпуса в селе Некрасовка, 200 школьных и 50 дошкольных мест. Также проектом взамен существующих объектов с высокой степенью физического износа и не отвечающих потребностям населения по емкости учреждения предусмотрено строительство нового дома детского творчества в городе Аха на 300 мест, детская школа искусств на 300 мест. Ознакомиться более подробно с генпланом можно на сайте администрации городского округа. В нем прописан также социально-экономический потенциал округа. В частности, питерские специалисты считают, что перспективы освоения нефтегазовых месторождений Сахалина имеют значительный потенциал, но необходимо освоение новых инвестиционных площадок в целях диверсификации экономики. Прогнозная численность населения в Ахинском районе к 2040 году составит более 21 тысячи человек.